и скажите пожалуйста как лучше избавиться от старых фотографий а то лежат с предыдущей свадьбы в итоге прячут чтобы ребенок не видел не увидел просто выбросить мусор как-то не по себе почему это не имеет никакого значения увидит или не увидит вы что думаете это для него так важно как для вас хочу сказать вам что эти фотографии они касаются вас если на этих фотографий нет мамы выпившие валяющийся если нет фотографий которые могут вас компрометировать то можете показывать фотографии почему человек не должен стесняться своей жизни если человек стесняется своей жизни это нехорошо никогда не стесняйтесь ни того как вы выглядели не того кем вы были ничего не стесняйтесь все пусть будет по-честному я в свое время когда только начинал читать эзотерические не эзотерические еще вебинары то мне было стыдно говорить о том что я из семьи бедных людей из семьи людей которые не смогли там чего-то достичь и так далее когда я начал читать эзотерические я уже был другим человеком почему вы знаете со временем у меня появились выводы я могу их сегодня озвучить умный человек это не обязательно человек который имеет много видов образования и много прочитал книжек ну чтобы человека любили человеку не обязательно быть красивым понимаете деньги можно зарабатывать не тяжелым трудом а еще и по-другому и вот эти вот идеи они открывают совершенно новые возможности именно этим и отличаются люди знаете вот чем я отличаюсь от обычных людей не имея красивую внешность я имею красивую жену не имея каких-то условно выдающихся факторов и фактов или знакомств своей жизни к связанных с финансами смог добиться хорошего материального благополучия может быть не имея какого-то сверх значимого или крутого ума я смог разобраться там в медицине смог разобраться в каких-то точных науках там формации так далее то есть я могу сказать что человек человек себе придумывает одну идею что допустим для того чтобы написать книжку нужно быть обязательно умным или для того чтобы нравиться красивым нужно обязательно быть красивым или для того чтобы зарабатывать деньги нужно бесконечно тяжело трудиться и это все не так я доказательство этого то есть я не особо красивые имею красивую жену я недостаточно умный но при этом смог написать книги я недостаточно возможно никогда не был очень трудолюбивым и никогда не работал много руками тем не менее наколотил себе там достаточно для своей жизни жизни своих потомков вот вы представляете не имея хорошей семьи тут семья у меня хорошая тем не менее не стоит забывать о том что перед вами сидит человек который 7 ребенок в семье не выдающихся заслуг никаких там особых там кроме игры на каких-то музыкальных инструментах там ничего в жизни там особо и не делал никогда не был сверх трудолюбивым или еще каким-либо тем не менее это позволило мне выбраться и создать семью которая мне нравится создать условия жизни которые мне нравится стать тем человеком который каждодневно радуется тому что в его жизни происходит и я не стесняюсь говорить о том что моя мама неля степановна и папа андрей павлович кем они были и кем работали в общем и моя жизнь является доказательством того что человек может чего-либо добиваться поэтому я к этому и призываю становитесь частью моей за 30 школы кайлас проходите ступени за 30 школы кайлас проходите мои семинары сможете добиться большего когда у моих учеников получается лучше я обычно говорю какие же они молодцы почему потому что тот человек у которого получается лучше чем музыки чем у его учителя фактически говорит о том что учитель молодец в чем заключается моя миссия научить так чтобы у человека лучше получалось